В республике продолжается подготовка к единому дню голосования. 9 сентября в 23 муниципалитетах пройдут дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Организационные вопросы обсудили в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Если сразу в 22 регионах 9 сентября выбирают губернаторов и глав, то в Чувашии будет замещено порядка 80 депутатских мандатов. На них претендуют более 350 кандидатов. От «Единой России» кандидаты участвуют во всех 82 выборах. От ЛДПР 70 кандидатов, от «Справедливая Россия» 62, от КПРФ 40. Российская партия «Пенсионеры за социальность справедливости» 3 кандидата выдвинула. И от двух партий, партия сделала и родная партия по одному кандидату. 93 зарегистрированных кандидата выдвинуто в порядке самого движения. Основные задачи при проведении предстоящих выборов. Но в первую очередь это, конечно, обеспечение легитимности выборов. На предстоящих выборах задействуют и корпус общественных наблюдателей. Задача его членов – не допустить проявления провокаций. Под контролем активистов в этом году проходила и избирательная кампания президента. Отдельные провокации были. Пытались дестабилизировать. Особенно пытались вывести некоторые, скажем, вот это вот, назовем там их оппозиционеры. Особенно они хотели подскандалить органов правопорядка, присутствующих на избирательных участках. Когда приезжали наши представители, у нас была мобильная группа, спокойно с ними разговаривались. Если было видно на мониторе, а мы там, где были установлены видеокамеры, могли общественники наблюдать за всем ходом избирательной кампании, видно было, как они ретировались. Количество наблюдателей за избирательным процессом в республике увеличивается. Сам этот актив – 2000 человек. Это люди, в которых сформирована гражданская позиция, это люди активные, но они еще активнее в том, что они более, ну, скажем, четко, наверное, понимают вот это вот избирательное право, законодательство. К единому дню голосования готовятся и органы правопорядка. 9 сентября в МВД региона перейдут на усиленный режим несения службы. 7 и 8 сентября необходимо на 86 избирательных участков задействовать 86 сотрудников органов предела. За двое суток до дня голосования с 7 сентября будут проведены обследования избирательных участков в предъявляющем территории с применением технических средств, служебных собак. Выжидающие действовать и добиваться хороших, позитивных результатов. Подготовку к единому дню голосования приехал оценить и член Центральной избирательной комиссии «Россия». На рабочей встрече Александр Кенев и Михаил Игнатьев обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Стабильность в обществе, чтобы общественная политическая ситуация была на долгие-долгие годы стабильной. Выборы президента показали, доверие президента России Владимира Путина огромное. В республике, отмечает Александр Кенев, прошли успешно и мартовские выборы. Президентская кампания в республике прошла замечательно. Это вклад в такое в общее дело. Мы стремимся к тому, чтобы доверие к институту выборов было максимальным. Легитимность не подвергалась никакому сомнению тех, кто был избран. За подготовку и проведение выборов в главе региона вручили благодарность от председателя Центра избиркома. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Бахтияр Велиев. Республика. Продолжение следует...